Депутат Можелеса парламента страны Андрей Бегинеев в Кустанайской области впервые. В Можелесе он представляет Карагандинскую область, но с рабочей поездкой посетил именно наш регион. По его словам, на это был ряд причин. Во-первых, продолжает народный избранник, он немало хорошего слышал о регионе. А во-вторых, будучи членом комитета по вопросам экологии и природопользования, хотел лично убедиться, как обстоят дела золонакопителям Троицкой ГРЭС, находящимся на территории Кустанайской области. По плану он будет эксплуатироваться вплоть до 2018 года. А затем депутаты уже написали, соответствующий запрос на имя премьер-министра, возможно, закрыт. Взяли под особый контроль, потому что когда-то должна произойти окончательная, поставлена точка. И российская сторона обязана просто в первую очередь построить у себя свой золонакопитель. И во вторую очередь, самую главную, привести в порядок ту территорию, которой сегодня она и пользуется. То есть нашей землей. Андрей Бегинеев состоит в рабочей группе, которая работает над изменением тарифной политики на электроэнергию. Поэтому на встрече кустанайцы обратились к нему с просьбой изменить тариф на электричество в регионе, потому что в Кустанайской области он один из самых высоких в стране. Не менее серьезный вопрос задали и представители Ассоциации перевозчиков. Журналисты телеканала «Алау» освещали эту проблему в своих информационных выпусках. У нас в законе, в нашем транспорте, есть такое слово, значит, запретить международным перевозчикам перевозить пассажиров между населенными пунктами Республики Казахстан. Вот мы, допустим, идем из Кустаная до Челябинска или до Екатеринбурга, значит, и вот мы из Кустаная не можем взять пассажиров, довезти до населенных пунктов Федоровка, Корабалык. Это приграничные поселки. Запрещено. И проще говоря, это абсурд. Депутат вопрос взял на заметку, пообещав передрисовать его компетентным в этом ведомство. Антон Корчинский, Татьяна Калюшная, РТН.